здравствуйте добро пожаловать похудение для гурманов я доктор ирина колос и сегодня мы будем готовить что-то на большой праздник в америке сэнс гивень день благодарности но вы обычно знаете что в этот день принято ну как бы традиционно готовить индюшку потому что именно индюшкой индейцы встречали американцев но не все имеют такие большие компании когда нужно готовить эту птицу на 10 килограмм и потом доедать это все до следующего праздника поэтому и вы найдете много рецептов если вам это нужно вы найдете огромное количество рецептов на интернете как это готовить но я хочу показать вам что можно приготовить блюдо для небольшой компании и вы найдете на моем веб-сайте другие блюда там есть курица с грибами портабелла сэнс гивень для маленькой компании так вот сегодня мы будем готовить такие блюда в горшочке мы начнем с того чтобы обжаривать индюшачий фарш и потом добавим туда вот определенный обаще красный перец зеленый перец лук колбаски кабанус обязательно ну и тут помидорки и вино у меня есть блюдо хорошо тем что вы как бы вот его готовите и подрезаете ингредиенты и добавляете сковородку что у меня какой-то очень большой лук был думала половинку в итоге наверное четвертинку покрошу уж какой-то большой тем более зелененький уж лучше мы тогда добавим зелененький начнем с того чтобы обжаривать лук и чеснок на оливковом масле когда я росла я знаю что по моему не знаю насколько я помню моя мама и бабушка обычно жарили мясо потом добавляли лук и я объяснил мне что почему действительно вот добавляют лук и чеснок до того оказывается для меня это оказалось сюрпризом вы может быть это и знаете что оливковое масло впитывает вот этот аромат аромат лука и чеснока и потом передает его следующим ингредиентом и это в общем-то совершенно четко объяснила мне почему все профессиональные повара шефы скажем так сначала начинают с лука все в общем я хоть и не профессиональный но теперь тоже начинаю с лука и чеснока сначала мы это добавим сюда на горячий огонь конечно я четвертинка большой луковицы и одна большая долька чеснока начнем жарить на большом огне но постепенно потом чуть-чуть его уменьшим ну пускай следующим ингредиентом будут перцы это перцы что-то какие-то большие я взяла половинку а это мы готовим на паунд то есть полкило на полкило фильм был такой 99 центов за полкило шачиды но мы тут нас не кошачьи да но я что-то вспомнила да это смешно так обычно по традиции кто может быть не знает живут других странах и городах это праздник когда собирается вся семья за столом и вот девушка подается еще блюдо из тыквы и из клюквы ну вот я тут попробовала объединить поскольку тыкву мы не едим те кто соблюдают низкогликемический образ жизни я напоминаю что тыкву мы не едим и даже один раз в год пожалуйста избегайте тыквы это совершенно не к чему ведь дело в том что стиль стиль питания это как религия это вот то что ты делаешь совершенно не зависит от того какой сегодня праздник или что и самое прекрасное что в нашем стиле питания в низкогликемическом можно приготовить практически на любой праздник следовать традициям просто немножечко изменить ингредиент поэтому я его так люблю занимаясь этим уже 30 лет и вдохновляю вас наверно на этом этапе я начну добавлять фарш потому что лук же еще будет продолжать готовиться ну или может немножко пусть еще поджарить но вот лучок немножко уже так поджарился слишком то его не надо уже зажаривать потому что он еще будет продолжать готовиться так уж совсем чтоб он не стал размягчим на этом этапе добавляем это индюшачий фарш очень такой мягонький вообще что-то там 95 процентов обезжиренный что в принципе неплохо потому что индюшачий жир не полезен индюшачий куриный нам в общем-то не нужен будет будет обжаривание фарша всегда немножечко так челленджи потому что мы хотим развить что были маленькие кусочки чтобы он был не 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 комки чтоб не образовались таким образом попробуем это совершить до того как мы добавляем другие ингредиенты обжаривается довольно быстро я закрою крышкой сейчас буквально через минутку мы уже добавим перцы лучше всего идет красный перец и зеленый перец зеленый очень хорошо вот в готовке приготовлении еды зеленый очень хорошо за что мы благодарны я не перестаю повторять что я безумно благодарна за то что живу в этой стране в этой благословенной изумительной стране и те люди которые здесь родились они уже счастливы просто тем что они здесь родились что им так повезло что они здесь родились поэтому я очень благодарна за то что она меня приняла это страна это страна так добавляем перца сейчас можно уже добавить наверное все на свете сразу тут немножко надо увеличить пожалуй я из 10 у меня было 8 сейчас 9 я поставила для того чтобы следующий ингредиент будет помидорки консервированные такие пожалуйста обращайте внимание на ингредиенты дело в том что очень много компаний их производит и вы найдете только большой выбор не хватайте первого по вашей банку прочтите что в них входит и вы будете очень удивлены и что в некоторые входит сахар а то и крахмал или там хай фруктозный вот этот сироп это совершенно исключено то есть это полностью нарушит вообще все наше питание следующий ингредиент это порезанные черные оливочки они совершенно изумительно сочетаются вот с мясом и в таких приготовительных блюдах ну в принципе они ну любителя кто-то любит кто-то нет но вот мясо именно вот приготовленные вещи у меня вы их найдете добавляют очень хороший вкус так по моему я не посадила соль красное вино обычное какое-то у меня это мерло я недавно стала добавлять чили паудр вот эту ну молотую вот эту вот чили перец такой имеет вкус приятный мне очень нравится какой он вкус придает мясу раньше я о нем даже не слышала потом услышала и теперь используется и теперь использую сразу он такой вкусный такой дух придает сразу так вкусно тут окей на этом этапе мы шо это нет лук мы еще не покрашен этом этапе мы закрываем уменьшаем до семерочки и крошим еще два исключительно важных ингредиента но вот это тут у меня с этого с фермерского рынка зеленый лук такой смачный я возьму два перышка уж очень он большой такой весь сочный два перышка зеленого лука ну если такой большой если нет так наверно вам пучок нужно если вот в магазине купить и неизменный ингредиент подобных блюд кабанус копченые колбаски ну по моему нет русского магазина в котором бы не продавались копченые колбаски но есть польская килбаса которая продается в обычных супермаркетах тоже очень хорошо сейчас я уже слышу ваш голос как вы говорили что индюшка должна быть 95 процентов во первых я не говорила что должна и а теперь вы крошите свинину хороший вопрос будет потому что да если мы что-то если мы вроде бы как там соблюдали а тут нет если у вас есть какие-то ограничения если у вас высокий холестерол и вы стараетесь не есть жирные продукты безусловно просто уберите это из этого блюда не добавляйте этого ничего не добавляйте колбаски и тоже будет совсем не так плохо если у вас нет никаких ограничений то такие колбаски совершенно не нарушают низкогликемический образ жизни потому что здесь нету углеводов здесь нету ну про плохие углеводы я и вовсе не говорю там естественно что а этих хлебных крошках не может быть и речи вообще вот поэтому от такого блюда вы не поправитесь вот это то что самое главное это здоровье и желание сохранить форму а это все настолько тесно связано что практически нет и и нет внимаем от друг от друга все последний ингредиент колбаски с лучком вроде уже тут мы использовали я дам этому потушиться минуты три-четыре потому что так еще все таки нужно это все чтобы вместе скомбинировалось вот посмотрите как красиво у нас получилось но это еще не все теперь мы распределим по индивидуальным формочкам горшочкам в общем как хотите назовите и и кое-что добавим и запечем в духовке ну вот мы распределили их в такие хорошенькие формочки еще несколько деталей посыпать черным перцем таким свежемолотым это всегда хорошо орегано я не устаю повторять что это единственное что растет у меня так уже я очень рад и очень благодарна за то что уже что-то растет так это же очень благодарна видите как удачно получилось вот немножечко сверху посыпем орегано великое вещь вкусное самое главное что растет сам по себе ничего делать не надо ну хватит много не надо потому что очень такой вкус то крутой такой и украсим не хочу сказать украсить даже потому что здесь не ради украшения ради вкуса клюквой опять же клюква просто которая свежее мороженое никакие не желе никаких сахаров ничего тут нет так что уж пожалуйста без самодеятельность если вы хотите следовать этому образу жизни это все идет в духовку нагретую на 430 то есть 200 градусов цельсия минут на 12 примерно вот посмотрите какие милые индюшачьи порции у нас получились из духовки они прекрасно пахнут очень мило выглядят и не содержит абсолютно никаких углеводов полезны и охудательны я желаю вам прекрасного праздника прекрасного дня благодарения и как говорится лучше молитва это благодарность спасибо вам за то что вы со мной спасибо за то что вы смотрите и любите мои шоу и мою еду я очень вам благодарна и давайте будем благодарны за все что у нас есть и за все чего нет чтобы оно было и вам самого доброго прекрасного вам праздник отодолжение следует... и и и и и и